Приветствую вас, и, вы знаете, в свой ответ я бы хотел начать с небольшой такой трактовки слов, которые вы объединяете, которые вы принижаете, говорите, что слова вам не помогут, Вы знаете, если моя трактовка вам не понравится, если она вас не устроит, если по какой-то причине вы посчитаете, что то, что я говорю, является неправильным, ну, значит, вам не следует тогда дослуживать до конца то, что я хочу вам сказать еще. Потому что, наверное, тогда вам не будет полезно, что я хочу дальше вам раскрыть и донести вас. Во-первых, вы правы в одном. В том, что слова, если это просто слова, они действительно никак не помогают человеку и, вообще-то говоря, абсолютно никак не влияют на его жизнь. То есть, а слова – это просто слова, если они не находят никакого отклика в поведении человека. Но если вы сами хотите поменять свою ситуацию, если вы сами хотите ее исправить, то тогда, я думаю, слова вам нужны. Потому что это основное средство для решения ваших проблем. И вот, наверное, с такого предисловия мы с вами и начнем разбор ваших проблем. Еще раз повторюсь, что если по какой-то причине вы считаете, что я не прав, то поскольку вы пришли сюда с запросом на некие тренинги, на какие-то, может быть, немного мифические или не совсем реальные специальные места, где вы получите ту помощь, которую вы считаете для себя наиболее приемлемой, то тогда, наверное, вам больше не стоит слушать то, что я вам хочу сказать. Если вы готовы принять ту помощь, которую вам предлагаю, то в таком случае на сайте нарекомендую дать случай до конца, ну или хотя бы попытаться дать случай до конца то, что я вам хочу сказать. Условно говоря, вашу ситуацию, которую вы описываете, вашу проблему, можно разделить на несколько частей. Первая часть – это то, как вы начинали отношения со своим мужем. То есть это вот та самая начальная стадия ваших отношений с мужем, с которой, точнее, все началось. Дальше. Следующая стадия – это ваша уже совместная жизнь, когда вы начали вести общее хозяйство, когда вы начали строить свои отношения на основе взаимопонимания, уважения и так далее. И период, когда у вас все было хорошо. Основной вопрос, который меня интересует в контексте этого этапа, заключается в том, что были ли у вас тогда определенные проблемы с супругом, если да, то какого рода это были проблемы, какие основные причины для ваших ссор, какие основные моменты по вашим отношениям вы можете выделить в тот период. Почему я вас об этом спрашиваю? Да потому, на самом деле, что это очень важно. Ведь именно тогда, или начала образовываться, или дала о себе знать, ваша склонность, если можно так выразиться, к зависимости от супруга. И вот очень важно отследить этот момент, момент, с которого вы начали зависеть от своего мужчины. Потому, что без этого момента, ну, вообще говоря, достаточно сложно будет вам помочь. Этот момент, то есть, его нужно искать вместе с вами. В процессе работы, в процессе анализа, этот момент нужно искать, либо он появился когда-то еще раньше, но вы его, естественно, не заметили, потому что находились в ситуации и не отдавали себе отчетов в том, что с вами происходят какие-то негативные вещи. Следующий этап, это этап, я бы сказал, развода, но этот этап развода мы разделим на несколько частей, точнее, на две части, и скажем так, какие ссоры, какие, условно говоря, разногласия привели к тому, что вы со своим мужем все-таки пришли к разводу, то есть пришли к тому, что отношения больше нельзя никак сохранить, сохранить, да, кроме только разве что развода. То есть, почему вы пришли к такому выходу столько лишь, что вам нужно развестись, почему другого выхода из этой ситуации вы не видели? Какие ссоры привели к тому? Потому что именно ссоры, они могли бы нам с вами, хоть и хорошо бы показать, какие основные проблемы между вами существовали, а почему эти проблемы стали на ваших пути? Следующий этап, это развод, то есть понятно, да, что развод, это очень серьезное событие, и вам его нужно выразить до конца. Дальше, следующий этап, это постразвода, когда вы начали искать приличный мужчина. И здесь на первый план наступает та важная потребность, которую вы пытаетесь удовлетворить за счет того, что встречаетесь в муте. Чего вы боитесь? Проработка страха и так далее. Я предлагаю вам три подхода к работе за страхом и постараюсь помочь вам его преодолеть. Если вам все это интересно, обращайтесь в личку, помогу вам и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Надеюсь, что вы все-таки последуете моими рекомендациями и начнете работать, если не со мной, а все хотя бы со специалистами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова